На первый взгляд становится страшно. Как можно спуститься с горы на лопате и остаться целым и невредимым? Но организаторы неведомой гонки в целях безопасности решили выбрать невысокую гору и не сильно крутой склон. Но поверьте, драйв от этого не потерялся. В Масленицу принято веселиться, провожать зиму весело, как можно веселее. И гонка на лопатах – это тот самый драйв, то самое веселье, которое получают люди, приходя к нам. Как на серьезных состязаниях мужчины и женщины соревнуются в своих категориях. Победу одержит тот, кто проедет дистанцию быстрее всех. У каждого участника свои секреты. Семья Вареничевых усовершенствовала свой болид, приделав к нему ледянку. Все честно, апгрейд лопат был разрешен в правилах. Мы вчера приехали сюда очень поздно, и нам ребята сказали, что завтра приезжайте, будет состязание. Все, мы здесь как штуки. Вчера случайно узнали. Отлично. И как? Как ваши впечатления? Здорово. Вообще залог успеха – это наличие лопаты, хорошее настроение и поддержка мужа и детей. Папа! 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 Кто хорошо веселится, тому можно и подкрепиться. И спортсменам, и болельщикам. Тем более повод есть – масленица. Кому блины? Подходите, берите чай, кофе, блины. Гуляй, народ! Масленица у ворот. На солнечной поляне, близ района МЖК, участники провожали зиму, как могли. Песнями, плясками и конкурсами. Перетягивали канат и боролись с мешками. Сегодня мы не только катаемся на лопатах, но и участвуем в множество конкурсов. Раздаем блины, чай, подарки сладкие для детей. Участвуем, будем сжигать масленицу. Будет круто! Пока участники блины ели, судьи итоги подводили. Кстати, наши герои, семья Вареничевых, со своей модифицированной лопатой заняли первые места и получили сертификаты на катание на тюбингах и снегоходах. Надо в следующем году тоже поучаствовать. А в этот раз пока тренируюсь. Не зря же лопату с собой взяла. На самом деле это не так уж и страшно. Главное доехать до финиша за самое короткое время. Екатерина Зимзеева, Степан Некрасов. Новости с верхниками.